Когда смотришь изнутри, тоже возникают различные мысли, что за люди выходят на митинги, почему они выходят. У меня сложилось ощущение, этого я не знал раньше, что на эти митинги выходят те самые люди, для которых кумирами были политические лидеры начала 90-х годов. И остаются. Были и остаются. То есть это тот же самый контингент, который поддерживал людей типа Немцова. Но это уже люди достаточно в возрасте, очень много просто стариков приходит на эти мероприятия. Молодежь приходит только в составе политизированных групп. Вот таким потоком неорганизованным молодежь приходит в очень незначительном количестве. А главное мое наблюдение и соображение по поводу всех этих митингов связано с тем, что у людей возникает иллюзия, что все это организовано самими ими. Что это их воля изъявления выступить на протестной акции, прийти и послушать неких ораторов. Но как человек, который давно занимается политикой, я прекрасно знаю, что стоит собрать этих людей, даже если они склонны выйти на какой-то митинг-протест, что стоит их собрать. Для того, чтобы их собрать, нужно обязательно какие-то знаковые фигуры. Они должны все время поддерживаться, их популярность, их знаковость. А это серьезные финансовые вложения, это не только их таланты. Нужна целая инфраструктура информационных связей. И каждый человек, который выходит на эту акцию, его информационная компания коснулась не по одному разу. Есть стандарт избирательных компаний, что каждого избирателя необходимо коснуться в информационном плане по меньшей мере три раза. Если это есть, значит тот, кто вышел на выбор, хотя бы будет узнаваем. Здесь касание, я уверяю, и по своему опыту, и опыту своих знакомых, касание происходило среди, естественно, московской публики раз 20, наверное. То есть люди мотивировались на выход на улицу мощнейшей информационной работой. И это тоже огромные, колоссальные деньги. По моим прикидкам, я, конечно, могу ошибаться, но бюджет этой акции примерно составляет 15-20 миллионов рублей. Может быть, не так много. А годовой бюджет всей вот этой компании примерно 100 миллионов рублей. Для мировых финансовых центров это, конечно, гроши, это копейки. Но эти копейки создают иллюзию резко изменившегося политического процесса в России. Насколько он на самом деле изменился, мы сможем судить по моменту, когда объявлено о демобилизации протестного слоя, когда уйдут все организаторы этого протеста в отпуск на лето. И вот сейчас, в летний период, мы посмотрим на глубину спада политической активности. И мы увидим реальный уровень активности, который связан с социально-экономическим положением. Он крайне невысок. Иллюзия того, что в России вот-вот наступит революция, потому что на улицу в Москве вышло 100 тысяч человек, она рассыплется, развеется. И я думаю, что реальный потенциал изменений каких-либо, он связан только с организованными группами граждан, которые работают повседневно и постоянно. То есть с политическими партиями, с политическими организациями, которые ставят себе целью борьбы за власть. А вот эта протестная волна, это лишь волна, на которой вот эти группировки пытаются разместиться. Разные по значению, разные по политической ориентации. Практически все пытаются использовать эту волну. Но когда эта волна проходит, вся активность и вся значимость политических группировок спускается на некий средний уровень, который крайне невысок. И он поднимется всерьез только в том случае, если развитие экономического кризиса будет продолжаться. Оно будет продолжаться, это долговременная тенденция. Поэтому и развитие политической активности граждан, и рост ее, это долговременная и неторопливая тенденция. Она не связана ни в коей мере с организацией отдельных массовых мероприятий.